всем привет это георгий ретро я вам последние новости которые оказались очень даже неприятными может быть даже кто-то и не знает но вот наперед чтобы знали вам чтобы не столкнулись с таким косяком с очень большим косяком я не знаю почему на заводе его создают этот косяк я даже не понимаю для чего он создан этот косяк не буквально я вчера такой-то об этом узнал вот позвонил приятель вчера и говорит вот такое такое дело такое дело я думаю я сегодня проверю и в действительности оказалось что да есть такой косяк и деньги выкинуты на ветер я даже не знаю что делать а косяк вот в чем значит вот смотрите вот чехословацкий цилиндр в сборе вот я буду еще приготавливать на шлифовку на шлифовку и потом написать на стеклоструйку а вот уже чехословацкий цилиндры демонтированы про стеклоструйные и просится сюда поставить новые гильзы новые гильзы которые делает современный завод чешские это чешские гильзы не не чехословацкий это чешский он абсолютно новая не шлифованная ее потом надо шлифовать но в чем косяк а косяк вот в чем вот берем родную гильзу чехословацкую вот от этих самых цилиндров вот этом стороны она дура ставлю вот видите она на горячую выписывалась на горячую и точно так же на горячую она запрессовывается вот сюда гильзы одинаковые у них нету левая правая обе гильзы одинаковые просто всего лишь градусом поворота выбирается значит вместо прессования гильзы одинаковые они универсальные не идет это чехословацкий гильзы от чехословатский цилиндров теперь я беру чешскую гильзу чешскую современную ставлю в чехословацкий цилиндр вот видите ладно можно предположить это гильзы нечаянно бракованная у меня еще три штуки стоят проверяем все это чешские гильзы современные которые абсолютно не годятся старые чехословацкие цилиндры отсюда следует что нельзя покупать чешские гильзы потому что их потом можно будет просто вытянуть еще где косяк на чешских гильзах вот берем чешскую гильзу и посадку видите сколько посадка вот берем чешскую гильзу замечаете разницу и когда если она даже скажем подошла бы под цилиндр как она глубоко уходит в цилиндр а вот как должна быть скажем разница замечаете вот в чем очень большой косяк а я их купил множественном числе чтобы можно было расточить 0 на нулевую группу не знаю что сейчас этим делать просто не знаю эта посадка на чехословацких цилиндрах глубже чешские цилиндры я перепрессовывал именно современный чешский цилиндр который вот я на московском двигателе сломал гильзы вот чешские вот они да они одинаковые то что идут в чешский современный чешский цилиндр они абсолютно идентичны абсолютно вот где проблемы так что не советую абсолютно не советую приобретать чешские гильзы чешские гильзы на чехословацкие цилиндры не знаю почему завод так сделал разница не мерил на примерно где-то в миллиметр по наружному диаметру вот я этого не знал даже если ставить новые чешские цилиндры в старый чехословацкий двигатель то получится что вот этот диаметр он уже не совпадает вот с этим диаметром в блоке ну скажем вот вот берем здесь вот не совпадает с этим диаметром и это уже говорится о том что будет щель щель между гильзой и картером блока и там будет гонять лишний воздух я даже вообще не знаю вообще будет ли работать двигатель я даже это не знаю так что даже я так понимаю что новые чешские цилиндры в комплекте и даже нельзя устанавливать на старые чехословацкие картера я так предполагаю если новый двигатель делается с таким размером на чем новом двигателя вот этот размер тоже должен совпадать под гильзу но в общем вот такой косяк я честно говоря просто ошарашен просто ошарашен вот так вот иногда бывает а я еще и тем более эти гильзы публично не продаются это все доставалось скажем так почти по блату ну и все я попал я попал вот видно не а попал 2 чехословацкие гильзы и 2 чешские рядом это абсолютно новые цилиндры разобраны абсолютно новые из-за того что я побил сама вот гильзу доставать новые гильзу и растачивать под нулевую группу на новых цилиндрах но на новых цилиндрах там все подходит на новых чешских на современных сюда они не подходят и значит в мотор потому что не будет вот этого полного соприкосновения с блоком здесь получается щель где будет гонять воздух и здесь тоже получается щель ну ну в общем там получается приехали ну вот примерно где-то так я очень расстроен но не знаю почему завод иногда делают такие косяки и я бы это даже сказал бы это не просто нечаянный косяк на нечаянный косяк не похоже тут что-то сознательно сделано для какой цели ну карты может думать по-своему для какой цели это сделано каждый может думать по-своему вот так вот бывает у нас иногда с я вас кими деталями и с этим скажем с инженерами современными на заводе меня это очень расстроило очень ну вот примерно где-то так так что передавайте всю эту информацию всем у кого 638 двигатель что нельзя пользоваться даже цилиндры новым цилиндром в комплекте даже нельзя пробу пользоваться на старый чехословацкий картер если покупаете новые целины то тут же надо покупать и новые картера ну вот примерно где-то так всем привет пишите звоните